Бороться с туберкулезом О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области Об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасай жизни» Туберкулез – это хроническая инфекция При заражении в 80% случаев страдают органы дыхания Нередко встречается туберкулез в суставах, коже, костей и глаз Олег Юрьевич, скажите, туберкулез все-таки – это страшно? Выявленный туберкулез на ранних стадиях легко поддается лечению На данный момент абсолютно любой человек может подвергнуться заболеванию туберкулеза Сейчас по статистике одинаково болеют и мужчины, и женщины Все зависит от территориального расположения Сейчас вот, да, и плюс, грубо говоря, социальное Все равно остается социальным фактором Также есть и детский туберкулез, соответственно, и детишки заболевают Болезнь у них протекает намного легче, конечно, чем у взрослых Также у них разработана химиотерапия Они получают определенное количество препаратов, определенное количество дней Также поражаются и легкие, и кости Все органы могут поражаться, которые имеют нервное окончание и кровеносные сосуды БЦЖ-прививка – это не стопроцентная защищенность от туберкулеза Если есть какие-то факторы, если человек в любом случае будет общаться с больным с туберкулезом длительное время При этом не соблюдать эпидемиологические нормы какие-то То впоследствии он может заразиться Прививка БЦЖ в обычной жизни, если человек соблюдает все, то она очень сильно помогает Основной миф сейчас идет, что туберкулеза не умирает в нынешнее время На самом деле я могу его опровергнуть Смертность от туберкулеза в любом случае она фиксируется Потому что иногда привозят уже пациентов с очень запущенной формы И вылечить его невозможно Когда нет легочной ткани, доктора на поздних стадиях уже не могут ничего сделать Вот как раз таки для этого, и чтобы к этому ничего не приводило Надо ежегодно проходить флюорографические обследования Если туберкулез не запущенная форма и на ранних стадиях То естественно можно после лечения возобновить стопроцентный объем легких И человек никак не сможет, грубо говоря, не повлиять на дальнейшую жизнедеятельность Если все же запущенная форма и уже большой туберкулез образовались каверны То соответственно дыхательный объем легких уменьшится Но в то же время это сыграет небольшую роль для дальнейшей жизнедеятельности То есть в принципе на качество жизни не повлияет А заразиться туберкулезом очень сложно Чтобы заразиться туберкулезом надо продолжительное время быть в закрытом пространстве И должны быть определенные факторы Такие как стрессовые ситуации, недоедание, симптоматика легочного туберкулеза дыхательной системы Это продолжительный кашель, потеря веса И уже на поздних стадиях это возникновение одышки, дыхательной недостаточности В принципе заболевание новой коронавирусной инфекции На больных туберкулезом на статистику никак не повлияло Но по всем имеющимся данным и опытам других специалистов Протекает намного сложнее Если есть сочетанное заболевание туберкулеза Плюс новая коронавирусная инфекция То протекает соответственно сложнее Основные методы лечения, конечно, сводятся Консервативная терапия Это прием химиотерапии, лекарственных средств, антибиотиков разного ряда Консервативное лечение туберкулеза Минимум это 6 месяцев 6 месяцев Только в стационаре Второе, это хирургическое лечение Либо оперативное Тоже сейчас новое лечение Это эндоскопическое Установка бронхоблокаторов Все новое, хорошо забытое старое Так в больнице возобновили операции на открытой грудной клетке Причиной заморозки тогда стала нехватка специалистов В 2013 году в диспансере также приостановили операции по установке бронхоблокаторов После покупки бронхоскопа, начиная с октября этого года Высокотехнологичный вид медицинской помощи получили уже два пациента До конца года в диспансере планируется провести еще как минимум три таких операции Операция по установке клапана эндоскопической бронхоблокации является высокотехнологичным видом медицинской помощи Олег Викторович, скажите, кому предназначен данный вид операции? Этот малоинвазивный вид оперативного вмешательства показан больным туберкулезом с полостями распада и бактерии выделения Операция предназначена либо как самостоятельная форма лечения, когда клапан ставится, полость должна будет спасаться Либо как подготовительный этап перед открытым оперативным вмешательством Как на обычной бронхоскопии выполняется вход в бронхиальное дерево Устанавливается специальный резиновый клапан в целевой бронх Там, где развивается туберкулезный процесс Клапан устанавливается в целевой бронх, остается в нем и аппарат изымается Дальше мы оцениваем эффект от вмешательства на рентгенографии С учетом того, насколько эффективно спадается легкая Когда она полностью слипается, она начинает рубцеваться Цель какая? Чтобы эта полость превратилась в рубец Если рубец большой и какие-то очаги остаются, это получается предоперационная подготовка То есть открытая операция уже имеет более экономичный объем резекции Если полость спадается и рубец формируется прям очень тоненький, хороший и красивый Соответственно, клапанная операция уже непосредственно является отдельным методом лечения Дальше человек уже получает консервативную терапию Клапан потом удаляется таким же способом То есть заходит бронхоскопом, заходит внутрь, цепляем его петлей и просто вынимаем Бронхоблокаторы устанавливают не всем пациентам нужные показания Основные из них запущенная форма туберкулеза или пациенты со свежими тонкостенными полостями При наличии навыков эндоскопии, бронхоскопии и в принципе установки клапанов технически это несложно Времени это занимает около 20 минут Человек находится в сознании, мы делаем это под местной анестезией Без каких-то грубых вмешательств непосредственно в организм То есть, ну да, если нужно, анестезиолог страхует Но по большому счету дополнительной анестезии, кроме как при эндоскопических исследованиях, не надо В свое время мы были одни из первых, да, вот именно на начало применения этого метода Потом потихонечку это в туберкулезных диспансерах стали внедрять Не везде это делают В основном все-таки это делают крупные центры Помимо бронхоскопа, парк оборудования больницы пополнился аппаратом ПЦР, видеогастроскопом, новыми хирургическими инструментами В легочно-хирургическом отделении отремонтировали эндоскопический кабинет Сделали ремонты в отделении круглосуточного стационара на улице Оренбургской Пополнилась больница не только оборудованием, но и новыми специалистами Лубин Роман Викторович работает в диспансере с сентября и проехал в Ульяновскую область из Нижнего Новгорода Роман Викторович, ну что, обосновались? Обосновался В медицине я работаю уже 19 лет В Ульяновскую область я переехал в сентябре 7 сентября я начал работать За это время мы провели уже три таракальные операции Поэтому выбор передо мной особо не стоял То есть я выбрал медицину осознанно У меня несколько родственников Два треюрдных брата, врачи, тетя Работала процедурной медсестрой всю свою жизнь Я в 2011 году переехал в Нижний Новгород Там я продолжил работать таракальным хирургом А переезд в Ульяновск я был, мотивировался, скажем так, двумя основными причинами Первое, то, что здесь по программе губернатора предоставляется жилье Для специалистов, приезжающих из других областей И вторая причина, это непосредственно разговор с главным врачом Проховым Олегом Юрьевичем Который мне убедил, что здесь для работы туберкулезного диспансера Он создал все условия И он, в общем-то, мне показалось настроен на развитие противотуберкулезной службы Самое сложное решить, есть показания к операции или нет Самое сложное Потому что в остальном уже принцип понятен Что делать, представление имея А вот выбор для больного, нужна ему операция Или он может лечиться консервативно, без операции Мне кажется, это самый сложный выбор Врач должен быть таким, что пациент ему доверял То есть это основные условия Без этого нет хорошего лечения Без взаимопонимания пациента и врача И не получится полноценного лечения Мне кажется, сейчас пациенты немножко изменились Они стали больше читать в интернете Про различные болезни Стали больше знать своих прав И, соответственно, требовать больше с врачей Поэтому и врачам усложнилась работа в этом плане То есть он уже не будет скрывать что-то Он будет больше объяснять больному Чтобы объяснить ситуацию Я хотел бы посоветовать следить за своим здоровьем И быть здоровым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok